Привет игрок! Если тебе надоели обычные ДРКРП сервера с дисбалансным донатом, то у нас есть решение. Сургут Сити! Почему именно мы? Да потому что у нас атмосферная и красивая карта, которая была сделана специально под наш сервер. Самописные профессии, которые вы нигде больше не встретите. Отзывчивая администрация, которая поможет вам в любой момент. Это и многое другое вы найдете на Сургут Сити. IP был оставлен в описании. Здорово! Сегодня мы будем играть на сервере Беброград. IP, группу и сайт я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли присоединиться. Специально для вас я подготовил промокод, который вы тоже можете найти в описании. Материал для этого ролика я собирал достаточно долго, поэтому тут будет не одна ситуация, а например 2-3. Я заметил, если честно, такую тенденцию, то что с каждым моим роликом на Беброграде, где я наказываю нарушителей, ловлю их там на нарушениях, на обманах и прочем, нарушителей становится немного меньше, но это не значит, что их вообще нету. С одной стороны, это вроде бы хорошо, потому что ребятам спокойнее играть, администрации немного меньше работы и немного меньше запары по поводу большого количества жалоб, а с другой стороны, немного плохо мне, потому что надо где-то искать контент. Начнем, конечно же, с небольшого разгона. Я играл за маньяка, играл за незримого, выполнял заказы, где-то я даже зафейлился. Вот, посмотрите. Ах ты ж, блядь! Куда, куда мы лезем? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ах, блядь! Жить, 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 пожить! А где он? Я его запомнил. Блядь! А что сейчас было? Это как? Так ты спровоцировал. Иди нахуй, блядь! Я обиделся, не моя вина. А почему меня задамагало? Я мир! Видишь, что он с общей целью и общий фраг? Ну, только одного смог забрать. Ах, без тома мне. Не понимаю, как вы... Я что-то делаю! Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Что ты... Ты проникнул территорию. Имею право. И ведь на самом деле это реально имеет право. Но да ладно, сегодня видос не о том, кто имеет право, а кто нет, вторгаться на частную собственность. В общем, как вы поняли по этому фрагменту, весь основной поток игроков был сосредоточен на этом магазине. Постоянно туда кто-то приходил, постоянно кто-то что-то взламывал, постоянно кого-то убивали, или же кто-то просто живой оттуда выходил. Это своего рода произвольное место силы на Дарк РП, оно бывает практически на любом сервере. Моя задача как администратора под прикрытием была пойти и понаблюдать за ребятами, кто что делает, может быть реально кто-то начинает жестить или же перебарщивать, тем самым нарушая правила. Вообще, в какой-то момент подумал, что там атмосфера достаточно ламповая, все ребята между собой общаются, кто-то что-то приходит покупает, блин, даже немного тепло на душе стало. Ну а потом, что-то все-таки снова произошло, а что произошло конкретно, смотрите сами. Что в тех? Давай вообще, а вы кто? Как вас зовут? Давайте по-накому. Знаете, а я смотрел такое аниме, у него вот эти вот шары, похожие на шары одного из... Вы случайно не... Вы случайно не озвучивали там никого из этих персонажей, нет? Сам закрываю. Почему ты меня оружием урожаешь? Ты не боишься, если сейчас пулю в лоб получить? А давай! Ну, вы видите, как он делает? Пиздюк! Я понял, спамить нельзя. Черт! И чах, ивах, ивах, ивах. Понимаю. Всего хорошего. Что вы меня толкаете? Я хочу здесь стоять. Можно здесь я буду стоять? Представляю вам правило, нарушение которого нам не доводилось видеть в моих прошлых видео. А именно, правило бодиблок. Оно подразумевает запрет на то, чтобы вы становились своим телом, закрывали какой-либо проход. Ну, узкий проход, где может пройти один максимум человек. Вы просто мешаете людям, и это нарушение правил сервака. Перед тем, как вы захотите его защитить, пересмотрите этот фрагмент еще раз. Там не видно то, что он просто стоит какое-либо конкретное время. К моему приходу он сам туда подбежал и сам начал намеренно стоять. Казалось бы, реально такое, ну, незначительное правило, а оно может плохо обернуться для человека из-за его упертости. Далее на разборке он скажет то, что у него якобы залагало, и поэтому он не мог отойти. Ну, хотя мы с вами видим то, что он спокойно крутит головой, он спокойно юзает войсчат. Это то, чего не сделает игрок, когда у него лагает игра. Если бы у него реально она залагала, я бы это хотя бы примерно понял и отпустил бы его. Конкретно в этой ситуации он подошел реально намеренно к этому сраному проходу. Казалось бы, да, мелочь, но все же. Дай ему идти. Я хочу войти. И только, блядь, слепой не заметит то, что я дал ему это ебучее окно, чтобы он смог зайти. Но нет, ему просто хочется постоять. Давай я войду, и ты выйдешь. Выйти дай. Ну, дай я войду. Давай я войду. Я хочу войти. Хули ты тупишь. Я хочу войти. Войти, хочу впусти, пожалуйста, впусти. Дай мне выйти, блядь, ты стопишь. Я хочу войти, и ты меня стопишь. Боже, блядь, какой же, казалось бы, абсурд, да? Вы уже, наверное, хотите написать об этом в комментах. Но просто поверьте тому, что я знаю, когда человек играет на дурачка и начинает им прикидываться. Ты что-то сделал. Ты можешь выйти, да, в принципе? Ну, сейчас нужно с другим человеком пообщаться. Вы сейчас скажете, доебываюсь. Да, доебываюсь, потому что это правило сервака. А доебываюсь я, если вы не заметили, практически во всех роликах. В этом моменте другой чел, абсолютно левый с улицы, подошел это увидел и начал ему тупо бить морду из-за того, что он мешает сразу трем игрокам. И тут у него резко переключился приоритет поприкалываться над людьми, которые не могут выйти с квартиры, на человека, который начал с ним драться. Выброс из квартиры, выбив какое-нибудь стекло и вылезти через него, было бы нарушением правила НОН-РП. А оно мне нужно? Нет. У меня для этого нет никакой нормальной, адекватной причины. Во-первых, я ни от кого не скрываюсь. Во-вторых, я никого не граблю. В-третьих, я просто не пытаюсь выйти там скрытно, я ничего не украл. Я просто хочу выйти с помещения, а мне намеренно мешает человек. Ну, а чё? Весело же. Ты выходи, выходи. Ага. Вообще ешься. Ай, раз, что? А мне по проходу один. Один в 15, 15. Заебись. Вот. Короче, тут. Сейчас. Всё. Давай я раскачу ситуацию. Смотри. А за что ты меня заджалил? Читай причину. Бодиблог, так? Верно? Один в 15 было. Там написано. Так, почему ты меня заджалишь? Во-первых, в РП пропе. Во-вторых, когда я хочу войти в дом, ты хочешь из него выйти. Почему это я тебя буду блочить? А я че? Когда я хочу войти в дом, что вы меня толкаете? Я хочу здесь стоять. Можно здесь я буду стоять? Почему я тебя буду блочить? Не могу? Может, ты мне будешь блочил? Почему? Может, ты мне будешь блочил? Может, я хотела войти в дом, а ты хотела выйти из дома? Так же и было. И теперь ещё раз пересматривайте, чтобы не было лишних вопросов и претензий. Что вы меня толкаете? Я хочу здесь стоять. Можно здесь я буду стоять? Дай выйти. Я хочу войти. Ты стоял там изначально и намеренно продолжал стоять, когда я просил. Просил отойти. Я там изначально, потому что у меня, во-первых, пролаг пинга был. Я не мог войти в дом, я просто пролаг пинга был. Твои проблемы. Когда я говорю, дай войти, а смысл не показывать демку? Первый признак того, что человек не вывозит жалобу, которую он сам же подал. А смысл мне показывать демку? А смысл мне показывать демку, на которой реально может быть замечено моё нарушение. Зачем? Варианта два. Либо эта демка есть, но там есть его нарушение не только этого правила. Может быть, что-то раньше или позже он уже тоже нарушил. Или же у него её просто нет. Вот когда я немного ранее говорил то, что я знаю, когда люди начинают косить под дурачка, я это говорил не просто так. Я могу согласиться, что ситуация с балконом была очень и очень спорной, возможно, я там был неправ. Но тут, блядь, тут всё очевидно, тут и ежу понятно. Что из себя представляет пролаг пинга, которым он теперь начинает оправдываться? В этот момент вы на серваке стоите абсолютно спокойно, либо начинаете телепортироваться, хотя бы немного. Ну, в этом случае он тупо стоит и начинает крутить башкой, как будто ни в чём не бывало. И также использует войсчат, что это за пиздёж? Ты сейчас всё равно ничего не сможешь сделать, типа, будет проще куратору написать, он уже, типа, разбираться там в анвей. Либо ты можешь запросить вышку тэпнусь. А в чём смысл? Это при превышении. Я на тебя жб подал. Причина. Сиди. А, если ты должен говорить прощину? Ну, причина жалобы. В чат привет, а ты можешь тэпнуться на наркозону? Тут у меня жб на модератора. И второй модератор ничего с этим сделать не может, по сути. Ай, бедомаш. Если ты не сильно занят, конечно. Ай, если ты, конечно, не сильно занят, блядь. Было бы круто, если бы ты разобрал, потому что модератор здесь вообще, типа, на модератору ничего не сделает. Я стою в дверном проёме, там просто хата ремоннулась, у меня была просадка FPS, потому что кропы пропали. Я смотрю, у него по всем фронтам проёбы с компом какие-то. То просадка FPS, то скачок пинга. Бля, пиздец какой-то у чела, на самом деле, жаль. И у меня был Lost Connection. Я стою в дверном проёме, потом этот человек, когда мне отлагал интернет, вот этот человек стоит ко мне вплотную вот так вот. Я говорю, дай войти в дом. Он говорит, дай выйти из дома. Что вы меня толкаете? Я хочу здесь стоять. Можно здесь я буду стоять? Я говорю, не, давай ты, вначале, мне дашь войти, и потом уже ты выйдешь из дома. На что, в ответ, я как бы, когда меня ударил в спину медика, я пошёл драться с медиком, и через минутку мне пролетает Джайл за этот, 1.5 или 1.5. То есть тот момент, когда я ему уступил место и дал возможность всё-таки уже пройти, просто потому что мне нужно выйти и дальше играть на серваке, он решил вообще не упоминать. А, точно, у него же всё пролагало в этот момент. И FPS, и пин, короче, полная пизда, он, наверное, реально не заметил. Ну, конечно. Он тебя забонил. Да. Так. Угу. Всё, сейчас отпишу. А, меня никто не будет слушать. Куратору. Или нет? Ой. Сори, я спать хочу. Можешь свою версию сказать? Там пропы, да, пропали, получается. Он стоял в момент в проходе почти всё время. Я не верю, что у него лаг шёл на протяжении нескольких секунд. Я как раз к выходу иду, говорю, ему в чат пишу, дай выйти. Почекай логи чата. Я ему там писал, вот, и... Секун. Он говорит, типа, нет, я теперь тоже хочу войти. Он всё это время стоял там и не давал мне выйти. До тех пор, пока ему не прилетела пиздюлина, пока ему по морде не надавали сзади. Он только тогда решил уже отойти и перестать блочить. Есть такая ситуация, Lost Connection. Знаешь, что это? Ну, я тут ещё, ты на проходе стоишь. Ладно, молкнишь, подожди, замолкай. Сейчас, пару сек на паузу поставьте. Естественно, в этот момент смотрю демку. Пересматриваю демку и понимаю, что часть из того, что он сказал, это лютая хуйня, а другую часть он решил вообще не говорить администратору, как, например, то, что он просто хотел там постоять. Слушай, а ты как с Lost Connection voice chat юзал? Ладно. Ты был в доме, а он на улице. Нет, я, ну да, я был в доме, он на проходе стоит. Я вопрос задал, ты как с Lost Connection voice chat юзаешь? Аха-ха-ха-ха. Да, Lost Connection. Ха-ха-ха. Не, ну типа у тебя когда Lost Connection начался? Когда пропов не стало и всё? Ты вот момент стоял до тех пор, пока тебе не подошёл, правильно? Ну можно примерно, типа... Сейчас, можно сам демочку пересматривай, секундочку, пожалуйста. Так, у тебя аж догорел смысл тебе демку показывать. Модератору ты не хотел её показывать, тут вдруг с демкой... А, забей, 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 нет демки. Ха-ха-ха-ха-ха, сука. Ну это же просто сюр, блядь, ребят. Это не сюр. Ситуация абсюр самый настоящий. Стоило мне просто пересмотреть демку для собственной уверенности и начать задавать какие-либо наводящие вопросы самые-самые обычные. Касаемо этой естественной ситуации, он ведь всё помнит, как всё было, он ведь рассказывает несколько раз одну и ту же историю. Ну раз он рассказывает её несколько раз, наверняка она должна быть правдивой. А, нет, опять чел какой-то с изменением голоса приходит и разъёбывает. В итоге разъёбывает до такой степени, что у него сначала фпс пролагивает, потом пинг, потом ещё лост коннекшен, а потом ещё и, блядь, демка пропадает. Ну просто пиздец, ребят. Я не льду на лост коннекшене. Демка тоже лост коннекшен, правильно? Да нет, я демку не льдунул. Так в общем... Да, блядь, он в лост коннекшене в войсчат пиздит. Я вот на экране открыл... Я понимаю, что... Он, я, этот, демку открыл. Он пиздит. Да он уебан, блядь, извините за выражение. Ну тот, кто за ним стоит, вон там. Слушай. Уже не стоит, извините. Можешь в ДС зайти. Окей, 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 окей. А можно тогда время не растягивать? Я не тебе. Ты сам время растянул, ты позвал сюда ещё одного администратора. Ты не хотел вообще никого из нас слушать. Так я просто понимаю, что модератор-модератор ничего не может делать. Как не может? Я могу вписать айдишник другого модератора и наказать. У тебя есть ДС бебры? Ну по сути можно даже так сделать всё, чтобы временно растягивать. Блядь, да я тебе сейчас за обман администратора ещё пиздол говорю, что ты хочешь ещё? Да, нет. Что да, нет? Мне очень интересно, демку посмотреть. Парня, можно серьёзное время растягивать? Если ты хочешь, я могу признать, что я обману администрации, потому что я сам... Ну я вижу, что он говорит. Ну так смотри, в чём прикол-то. Смотри, смотри. Ты типа стоял там в проходе из-за Lost Connection, да? Всё это время, когда пробы пропали. Поначалу, да. Изначально, вот изначально я стояла там из-за Lost Connection, а потом, может сказать, ты подошёл. Меня тогда Lost Connection примерно пропал. Ну типа я сам конкретно не помню, потому что у меня 4 часа на общем, я не могу это плавать. Я сейчас опять развею твою историю. Я выхожу из дома, пытаясь, ты подходишь к проходу и стоишь, блядь. И начинаешь со мной разговаривать. Ну пожалуйста, мне обман администрации задать. Я просто знаю, они хотят ещё лифт разборок получить. Я сразу заобман дам. Он подошёл туда, он не стоял, не тупил какое-либо время определённое. Он просто подошёл, начал мне говорить там что-то в Войсчат, не выпускать меня. Меня плавит спать. И мог даже версии перепутать за это, что заслужено получить. Нюхай бебру. А, блядь, конечно. Думаю, с этим мы, ребята, разобрались. Теперь переходим к следующей ситуации. А именно цыган, который возомнил себя маньяком. Изначально диалог заключался в том, что у игрока, который сейчас будет наказан в следующем фрагменте, другой игрок спросил, профессия цыгана это то же самое, что и маньяк или нет? В ответ на это главный герой сказал то, что вроде бы и нет, а вроде бы и да, но ты всё равно можешь спокойно бегать и резать других игроков за эту профессию. Хотя в правилах маньяка нигде абсолютно не написано, что может конкретно ещё вот эта профессия цыгана вести такую же деятельность. То есть уже абсолютно каждый игрок примерно знает то, что есть два вида маньяков, которые выбираются через F4, а также тот, который выбирается рандомно через лотерею, которая выскакивает у вас в правом верхнем углу. Суть игры за маньяка из F4 абсолютно одинакова, как и на всех остальных серверах. Вы просто играете за маньяка, маскируетесь, где-то в безлюдных местах орудуете и пытаетесь не попасться полиции или же другим ребятам, которые могут вас заметить. Но суть и смысл лотерейного маньяка отличается от обычного из F4. Если вы играете за F4 маньяка, ваша цель в основном это просто кому-нибудь отвесить пиздюлей. И при этом опять же не попасться ни полиции, ни другим любым свидетелям. Лотерейный маньяк это что-то типа соревновательного режима на нашем серваке. Он рандомно выбирается, стать им может абсолютно любой. Это всё рандомно. Действует этот маньяк по тем же самым правилам, оригинальным, как у маньяка из F4. Но за каждый свой килл он набивает себе стрик. То есть это опять же соревновательный режим. Тот, кто набил больше всего киллов, отображается у всех в чате, а также в F4 меню, как самый лучший-лучший игрок за эту профу. Помимо этого, за каждый килл в своём стрике маньяк будет получать определённую сумму денег. То есть это уже не только соревновательная основа, а также фарм-вариант. После пяти киллов за один стрик на серваке начинается лотерея на роль охотника на маньяка. Его цель уже понятна из названия. Он выбирается также рандомно, у него показывается метка периодически, где был в последний раз маньяк, и его задача его вычислить и уничтожить. После того, как задача будет выполнена, ребята сетаются на обычной профессии гражданского и начинается это всё по кругу. Охотник на маньяка также получает свою награду. Она, кстати говоря, неплохая. Для новичков это прям самое то. Но главное, чтобы вам повезло стать этим охотником. Теперь, когда я вам достаточно подробно обрисовал, что такое профессия маньяка на Боброграде, мы, думаю, можем с вами перейти конкретно к той ситуации, о которой я говорил ранее. Ты чё твой п***ишь? А цыган это же маньяк? Нет, не совсем, но шпанать вот так почти ты можешь убивать. А в чём отличие? Я сам не знаю. Пункт это правильный, но типа нет. Я не знаю, какой тип. Вообще-то вот типа пункта нету. Игра за цыган. Но зато он может носить анаконду. В такие моменты мне кажется, что они думают что-то вроде «нахуй жаловаться админу», ну в смысле подавать просто жалобу, с вопросом «что такое эта профессия? Что она делает? Для чего она на стерваке?» Намного лучше, наверное, формировать какие-либо правила игры за эту профессию, основываясь на своих только догадках. Зачем спрашивать у администрации, которая наверняка знает получше, как играть за эту праву. Ну да ладно, дальше интереснее. Ладно, вы сны. Карма. Лаок, карма. Можете к стенке встать, пожалуйста? Ты была самая уронная, он на меня напал. Маньяк соблюдающий хирург маньяку ясен. Ладно, сейчас, подождите. Пожалуйста, мне не страшно. Ладно, просите, извините, 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 извините. Давай, давай, убей, убей. Убивай. Маньяк правильное дело, он ждет, пока кто-нибудь один из них останется живой. Смотри, какой. А ну, стой. Дурак. Дурак, что еще сказать. Я сейчас его тэпну и узнаю. Причина нападения. Сай, ган. Как себя. Ку. Причина домово-полит. А, это... Да... Сажай, я его случайно задамажила. Перед вами кадр и той самая ситуация, о которой он говорит, что он якобы случайно его задамажил. То есть он, правда, случайно на протяжении минуты бил ебло полицейскому. Серьезно? Перед тем, как мы продолжим смотреть эту всю разборку, запомните, пожалуйста, его версию. Здесь он сказал то, что он случайно задамажил этого полицейского. Не хотел? Не, я типа... Я хотел вообще нажать, типа... Ну, как сказать? Я хотел, типа... У меня... Ну, я не знаю. У меня баг такой. Я, типа, могу метать, а дальше, вот, типа, не помогу. Перебираю руку, типа, и случайно не метаю. Сука, это уже второй человек за ролик, который, вместо того, чтобы признаться в своем нарушении, он начинает искать отговорки по типу «Вот у меня тут интернет залагал, здесь у меня FPS просел, а тут у меня с оружием проблема». Ну, блядь, просто скажи, я не знаю, как играть за эту профессию. Объясни мне, пожалуйста, ты администратор нахуй, ты тогда тут играешь. Я вам просто слово даю, если бы он сказал то, что я не знаю, как играть за эту профу. Вот, да, наверное, я что-то нарушил. Если что-то не так, ты мне скажи, в чем проблема? Я бы ему тут же расписал, что эта профессия, это не маньяк, это обычный криминал, который также грабит людей, но юзает только пистолеты и только оружие, которое дается со спавна. В случае, который мы наблюдаем сейчас, он активно пытается мне пиздеть, менять версии. То у него там с оружием проблема была, то он его случайно задамажил. Он не может сказать то, что он просто не знает, как играть за эту профу. У меня уже нет желания ему нормально, блядь, объяснять, потому что он мне пытается пиздеть, чтобы избежать наказания или же получить самое минимальное. Это надо подождать пару минут. Типа, когда я выстрел, я не понимаю, какая работа. Ну вот, она как-то работает. Ну, в общем, да, жаль. Так ты случайно ударил его 10 плюс раз? А, нет, вот потом уже, вот потом уже начал, я его типа отбить, потому что чувак хотел спасти. А, вот видите, третья версия подъехала. То есть первая версия заключалась в том, то что он случайно задамажил полицейского. Вторая заключалась в том, то что у него был пролаг с оружием, то есть с ним проблемы какие-то были. Из-за этого он ударил полицейского. А третья уже заключалась в том, то что он хотел помочь, блядь, маньяку. Пиздец просто. А вот уже как? Уже хотел спасти. Пиздец, вот я, конечно... Нет, там другой просто чел был, а я его хотел спасти. Я говорю о ситуации в бедном районе. А что вообще у вас происходит, ребят? Подожди, я не понимаю, что... У тебя сейчас 1,22 будет. И фри ДМГ. Я не понимаю. А, про бедные... А, вот сейчас, боже. Я думал, смотри, смотри, смотри. Ну, типа, я... А ты мне про что говорил? Я говорил про другую ситуацию. Там это вообще другое. Я думал... Лого. Открывая логи не просто так, а чтобы узнать, какие у него были ситуации с дамагами или же киллами в последнее время за этот сеанс. Свет, что свидетель один может, чтобы убить, да, да? Ну, и вот, типа, он свидетель... Ну, как свидетель, я так... Англара. Хотя бы не оказывать чусь. И это... И полистического. А, писать благословение. Это вообще было хуй знает когда. А других ситуаций-то я и... не вижу. Опа! Ты сейчас. В смысле ты? У тебя помеха разборкам и попытка обмануть админа. И фри-дмг. Потому что ты меняешь версии. Я думал, ты говоришь вообще про другое. У меня было это... Другим челом одним. Я, короче, бомжика там когда-то давно спасал. Последняя ситуация с ментом. Ну, вот. Я про нее потом уже тебе сказал. Было часа два-три назад. И это? Вот это, вот это сейчас. Три-пять минут назад. Три-пять минут назад я тебе о ней рассказываю сейчас. Ты сейчас играл как маньяк. И в этом сам признался еще игроку там. Типа, цыган это профа маньяка. А тут мне пиздишь. Типа, сначала случайно. Задамажил. А потом уже хотел спасти. Тебе обман впилить? Пиздоголовый. Отвечай. Значит, у тебя обман админа и фри ДМГ. Ну, доказано. Он с этим уже и сам согласен. Чел играл за цыгана как за маньяка. И доигрался. Три-пять минут назад.